Тема сегодняшней нашей встречи это проектные продажи, рекомендации по использованию CRM-функционала в 1С-верху. Достаточно часто возникает такая ситуация, что функционал позволяет проводить работу по проектным продажам, но мы и знаем, и в то же время не знаем, как его правильно использовать. И сегодня посмотрим, как его применить. Может быть, не открою вам Америки, но некие моменты расскажу. Что нас сегодня ждет? Это рассмотрение некого кейса, информации о неком предприятии, который занимается именно проектной продажей. Расскажу, как строить общую систему работы в 1С-верху и рассмотрим некоторые детали схемы, какие блоки используются, документы, справочники. И затем уже сможем в конце перейти к ответам на вопросы. Если возникают вопросы, вы можете их записывать в чат, а потом мы их рассмотрим. Собственно, что такое проектные продажи? Это продажи, которые в своей некоторой уникальной сделке, которые очень нужны для предприятия. И такое количество сделок в компании не так уж и много. Оно, по сути, всегда, эти сделки, чаще всего, дорогостоящие. И поэтому приходится отрабатывать каждую сделку тщательно и прорабатывать каждый момент. Чаще всего такие проектные продажи встречаются в производстве, в продаже сложных машин, в строительстве, в оказании сложных услуг. Тот же самый пример, как и наша фирма Франчейзи, она также оказывает сложные услуги в этом проекте. Рассмотрим новую информацию о нашем предприятии. Что делает наше предприятие? Взял за основу пример. Это торговый дом комплексный, который есть в поставке в демобазе 1С-верху. Он у нас тоже занимается выпуском металлоконструкций. Которое дело, что это дорогие изделия, они продаются достаточно у нас для клиентов. И заказ может содержать как все иные продукции, как и конструкция. Необходимо под данное изделие произвести предварительный расчет стоимости, что достаточно бывает проблематичным. Но мы сегодня сможем это сделать. Какие основные каналы при учреждении новых клиентов? Это выставки, рекламные статьи, встречи с клиентами, сарафанное радио. Информация чаще всего о крупных заказчиках является строгой конфиденциальной, поэтому требуется контролировать также доступ к клиентской базе, к различным документам, отчетам. По каждой сделке необходимо, чтобы была своевременно готовена документация, чтобы эти документы у нас хранились. И, соответственно, все предложения, которые отправляются клиенту, также были в нашей базе. Соответственно, в таких подготовке, в таких коммерческих предложениях у нас участвует не одно подразделение при подготовке предложений. Нам необходимо провести расчеты, подготовить смету. Поэтому в подготовке таких коммерческих предложений заняты, по сути, разные службы компании. И нередко, а достаточно часто, проходит многоэтапное согласование. Также процесс продажи длительный. Он бывает по длительности, ну, год и более. Все зависит от того, какая сделка, поскольку, если это оборудование, то его необходимо произвести, и причем производится оно непосредственно под заказ клиента. Спецификации могут быть различными. Поэтому сделку может сначала начать один менеджер, а в последующем он увольняется, и его должен хватить другой. Менеджер, соответственно, должен понимать, в чем суть сделки, что, на каком этапе данная сделка сейчас находится. И, конечно же, немалую роль играет сама постпродажная работа. Это работа с обращениями и рекламациями клиента. Также у предприятий нет по номенклатурных количественных планов продаж, просто-напросто под проекты закладывается общий объем за периоды в денежном выражении. И контролируется график оплаты. Все информация сейчас на текущий момент в предприятии ведется вручную на бумаге, и все расчеты ведутся в Excel. И, как обычно, у предприятия те же самые проблемы. Запутанный и медленный процесс подготовки и, конечно, их предложения клиентам. То не сделали в срок, то там чего-то забыли указать. Сам процесс предприятий работы несколько неформализован, то есть нет строгой последовательности, хотя, может быть, она и есть, но не закреплена. Нет четкого понимания, какая эффективность от того или иного маркетингового мероприятия. Что у нас привело, что больше всего приводит к нам клиентов. И, соответственно, плохо детализирована у нас база самих клиентов. То есть не проведена сегментация. Вот такова общая информация о предприятии, которое нам подлежит с вами сегодня автоматизировать. Все, что сейчас было озвучено, оно все реализуемо непосредственно в 1СРП. Такая задача, как формализовать процессы продаж, она реализована непосредственно в блоке CRM и маркетинг через сделки с клиентами. Процесс ускорения подготовки коммерческих предложений, он у нас непосредственно прописан в бизнес-процессе сделки. Мы сегодня его рассмотрим с вами. Здесь как раз на представительной части представлена общая схема. По предпродажному подготовку и постпродажному вообще работу можно фиксировать с помощью одного из фактических главных документов менеджера – это взаимодействие. Эффективность же маркетинга мы можем посмотреть непосредственно в блоке маркетинга. Продолжение следует... Также вся информация о сделках, она должна непосредственно храниться в программе, но система это позволяет проводить. В программе должен быть удобный инструмент планирования и контроля текущей деятельности отдела продаж. Но вот планирование и контроль – это через блок и раздел бюджетирования и планирования. Сегодня мы его не будем рассматривать, но на неком моменте я остановлюсь. Также, если нам потребуются инструменты проведения анкетирования, то мы всегда можем воспользоваться достаточно неплохим блоком анкетирования. Если же крупным заказчикам, либо вообще нашим заказчикам, требуется личный кабинет, который мы можем отслеживать судьбу всех заказов, и, вернее, он может отслеживать судьбу всех заказов и создавать претензии, рекламации, то мы можем всегда готовить для данного пользователя возможность зайти в систему. Но это, конечно, в том случае, если наша система лицензирования, то есть количество лицензий позволяет данную возможность организовать. Мы посмотрим, как выглядит данный личный кабинет. И, соответственно, все вот эти претензии клиентов, все рекламации мы храним в самой системе и всегда можем посмотреть, на каком этапе у нас находится та или иная претензия. Претензии могут прилететь в любой момент. Рассмотрим процесс продажи, который реализован на якобы нашем предприятии. Чаще всего процесс продажи состоит из таких моментов, что подготовка презентации о нашем предприятии занимается маркетолог, срок исполнения, допустим, два дня. Проведение презентации самой проводит менеджер. Конструкторскую документацию готовит конструктор, либо другой сотрудник. Согласование. Далее идет согласование конструкторской документации у клиента. Подготовка и согласование самого коммерческого предложения. Подготовка и заключение договора с клиентом. И уже затем только выписка счета на оплату. А далее – выполнение обязательств по договору. Вот примерный процесс продаж, который нам не будет с вами рассмотрен. То есть, по сути, это действия, которые нам необходимо выполнить в процессе продаж. Мы сейчас перейдем непосредственно к рассмотрению программы. Сейчас сделаю демонстрацию. Должно у вас появиться. Сейчас появится. Пока не появится экран. Все. Да, весь экран видел. Да, каждый раз было так, что не видно всего экрана. Думаю, что сейчас он отобразился полностью. Итак, с чего все начинается? Мы с вами говорили о том, что у нас самые первые, вообще все основные возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами доступны в подсистеме CRM и маркетинг. Понятное дело, что для того, чтобы данная система у нас была доступна, необходимо, чтобы мы произвели настройку через NCE и администрирование. Это в настройках NCE и CRM и маркетинг. Здесь мы включаем все возможности. На текущий момент они включены сейчас все. И после того, как все мы здесь включили, соответственно, данный блок у нас появляется в системе. Начнем с того, как вообще на практике работают со сложными продажами различных предприятий. Сначала происходит поиск клиента. Это возможные переговоры, встречи, рассылки различных запросов. Проводятся различные маркетинговые мероприятия, конференции, участие в выставках и тому подобное. Соответственно, все рекламные воздействия, все каналы рекламных воздействий мы прописываем непосредственно в соответствующем справочнике. Здесь у нас есть встречи с клиентами. Встречи с клиентами могут проходить в рамках маркетингового мероприятия. И это маркетинговое мероприятие фиксируется отдельным документом. Также выставки фиксируются через маркетинговое мероприятие. Рекламные статьи можно зафиксировать также в интернете. Сарафанное радио. Здесь у нас типом воздействия является паркнер. То есть кто-то из наших действующих клиентов привлек нам другого клиента. Так, вот каналы рекламного воздействия прописаны здесь. И, соответственно, на этапе, когда мы находимся в поиске клиента, самое главное нам, чтобы вообще все наши действия нацелены на то, чтобы заинтересовать потенциального заказчика своим товаром. Допустим, мы запланировали с вами некую выставку, то есть участие в выставке. Фиксация проходит через маркетинговое мероприятие и проекты. Вот наше маркетинговое мероприятие. И вот, допустим, выводит выставка оборудования и технологии обработки. Здесь мы прописываем номинование нашего мероприятия. То есть мы решили участвовать непосредственно в выставке. Плановые даты. Кто у нас ответственны за данную выставку. Возможно, что данная выставка проводится для определенного сегмента клиентов, которые у нас есть в базе. Мы можем провести сегментацию предварительных клиентов и сделать выборку. В этом случае мы можем заполнить табличную часть по данной сегментации и, соответственно, провести уже на основании данного мероприятия рассылку клиентов. Какая возможность есть. Чтобы отслеживать работу по маркетинговым мероприятиям, мы можем создать план проекта. Он будет, по сути, план проекта здесь замысится по аналогу со сделкой. И подробнее сейчас, когда перейдем на справочные сделки, я об этом расскажу. Соответственно, по выставке могут быть взаимодействия. Сейчас к ним тоже вернемся. Различные файлы можно прицепить, то, что касается выставки. Какие буклеты мы подготовили. Поставить задачи нашим маркетологам. Все здесь мы можем сделать. И, соответственно, замести заметку. То есть вся информация по проводимой выставке, она сохранится здесь. Далее, после того, как мы участвуем в выставке, то, соответственно, мы какие-то контакты клиентов проводим обмен непосредственно визитками. Пока проводим демонстрации нашего оборудования. И после того, как мы вернулись с данной выставки, нам необходимо данные контакты обязательно зафиксировать. Мы можем, поскольку это у нас, допустим, в текущий момент это была выставка, то мы можем непосредственно создать документ взаимодействия непосредственно из выставки. А есть возможность создания через главное почты задачи и взаимодействия. Взаимодействие является у нас, это контакт между сотрудником нашего предприятия и нашим потенциальным клиентом. То есть у нас была проведена встреча. Мы можем зафиксировать взаимодействие как плановое, так и зафиксировать уже состоящуюся встречу. В данном случае просто нажму на кнопочку «Создать» и выберу встречу. Что здесь мы фиксируем? Здесь мы фиксируем место, где у нас была проведена встреча, дата начала и дата окончания, тема нашей встречи. Также мы можем указать предмет нашей встречи. Это может быть, то есть взаимодействие может проходить на основании маркетингового мероприятия, поэтому мы можем выбрать маркетинговое мероприятие. Мы можем выбрать предыдущую встречу, на основании которой произошло создание новой встречи. То есть встреча может породить следующую встречу. И в данном случае мы, поскольку у нас произошла встреча в соответствии с тем, что была выставка, то мы выбираем нашу выставку. Здесь устанавливаем, прописываем описание. При необходимости мы можем зафиксировать, кто был участником. То есть если это у нас несколько контактов, то мы их здесь добавляем. И если же у нас нет данного клиента, то мы создаем контакт. И поставить некий комментарий. Также для себя указываем важность данной встречи, насколько она нам важна, поскольку клиенты, которые подходили на выставке, они также могут быть в один из этих категорий. И, соответственно, часть встреч мы можем относиться к себе так же, как важная. Документ позволяет создать на основании следующее плановое действие. Это может быть, опять же, встреча, какое-то запланированное взаимодействие. Для взаимодействия запланировано может быть и телефонный звонок, и исходящее электронное письмо. Мы сейчас посмотрим с вами, как оно выглядит непосредственно через каналы взаимодействия. Вот оно с маркетинговым предприятием. Все мои зафиксированные взаимодействия попадают в список взаимодействий, которые у меня в данном случае были по выставке. Вот, например, взаимодействие, которое у меня произошло на выставке, я поставила как презентация продукта, проведена презентация, кто был у меня участником, как бы данный клиент у меня уже был в базе, как с ним можно связаться, и статус рассмотрен. Далее я на основании данного взаимодействия запланировала повторную презентацию продукта, и после того, как я его уже рассматривала, то есть я запланировала действие некое, чтобы показать повторную продукту, соответственно, я уже поставила положу просмотрено. Если же статус рассмотрен не стоит, значит у меня презентация, вернее взаимодействие не закрыта. Все взаимодействия, они находятся на начальной странице. Здесь можно здесь их увидеть. Соответственно, здесь мы можем сразу же и установить признаки рассмотрено, снять эти признаки, отложить рассмотрение. То есть здесь мы можем и установить нового ответственного, если, конечно же, у нас есть такие права. Любое взаимодействие, которое мы с вами проводим, оно должно, конечно же, нам привести к тому, чтобы у нас состоялась сделка. И в момент, когда у заказчика возникает запрос на приобретение товара, то есть когда уже клиент готов говорить в ситус покупки для фиксации запроса, то в этот момент у нас как раз с вами и рождается сделка. Сделка создается в CRM и маркетинг, в CRM сделки с клиентами. Здесь есть реестр всех наших сделок. Мы говорили с вами о том, что у предприятия стоит задача о том, чтобы мы сделали ограничение доступа к клиентам. Такая возможность есть. Все ограничения, пока не ушла к сделкам, они устанавливаются через настройку пользователей и прав. Здесь, соответственно, в группах доступа мы прописываем, какие у нас ограничения есть. Возможно, даже по номенкаторам все ограничения можно здесь поставить. Соответственно, когда мы будем с вами устанавливать права пользователей, возьмем любого из этих пользователей, в правах доступа, мы увидим, какие разрешенные действия у нас есть. Как я сказал, казначея, но мы видим, что у нас есть возможность ограничения доступа по организациям, по группам физических лиц, в том числе и по партнерам. То есть наши менеджеры будут видеть только своих партнеров и клиентов. А руководители уже могут иметь доступ и ко всем. Итак, сделка у нас с вами. Произошел интерес к нашему товару. И клиент уже готов серьезно говорить о покупке нашего товара. И, соответственно, мы формируем наш документ. Я открою уже сформированный документ, но есть кнопочка «Создать», по которой мы можем создать тот же самый документ. И, значит, когда я нажму кнопочку «Создать», он будет выглядеть следующим образом. Здесь нам необходимо будет потянуть клиента, потянуть, возможно, потянуть соглашение, но его можно потянуть и позже. Мы можем выбрать номинование, указываем сделки, кто ответственный, возможный потенциал. И задаем первичный интерес, откуда к нам пришел наш клиент. Вот сейчас мы его и откроем. Вот у нас продажа оборудования. Допустим, я его назвала «Произвольные этапы». Сейчас объясню, чем связано. Это связано с тем, что у меня вид сделки. Он связан с «Произвольными этапами». То есть, когда у нас проходит сделка, есть возможность строго фиксировать последовательность действий, как будет проходить в продаже, в соответствии с бизнес-процессами. Какие бизнес-процессы возможно настроить, какие виды сделок бывают. Показать всем. И мы видим, что есть у нас прочие непроцессные сделки, тип сделки. Вот они, например, что я выбирала долгосроченную базу документов. Здесь у нас нет процессной сделки. Здесь просто-напросто идет фиксация непосредственно документов по сделке. Произвольно у нас нет такой четкой последовательности. Единственное, что контроль идет непосредственно маузером. То есть, мы можем вообще не контролировать этапы. Либо этот контроль может осуществлять у нас менеджер по продажам. Также мы можем воспользоваться встроенным этапом. Здесь есть этапы. Это типовая продажа, которая заложена непосредственно в ERP. Это бизнес-процессы, типовой продажа. И здесь уже следуя строго этапам, прописанным непосредственно в программе, мы можем с вами фиксировать этапы процесса. Есть возможность непосредственно самим использовать, правда, использовать, так, секундочку, произвольные этапы. Эти этапы выборочно поставить, либо добавить то, что нет. Здесь, если возьмем, то увидим вот список, который у нас есть. И по нему уже проводить контроль этапов сделки. При этом у нас переход на следующий этап будет осуществляться непосредственно вручную. Чем хороший тот или иной, по сути, выбор сделки? Вот один из примеров, который у меня здесь приведен. Это когда выбрано сделкам, которые у меня непроцессные. Вот у меня непроцессная сделка. Долгосрочные проекты оборудования. Еще раз посмотрим, что у меня разрешено использование. Фиксировать перечный спрос в проектной продаже. Я это назвала, как оставила комментарий. Соответственно, здесь нет контроля проектов, этапов. Но контролировать, как идет процесс, я могу вручную, через план проекта. Я могу прописать сюда задачи. Как, по сути, этот механизм несколько похож на проект. Мы можем его контролировать. То есть у нас есть задача проекта. И можно создавать под задачи и проверять выполнение. На основании созданной задачи мы можем создать задание. И уже данное задание будет выходить на вкладке. Оно будет моей задачей на начальной странице выходить. То есть если нам необходимо подготовить презентацию предприятия, то, соответственно, мы можем назначить ответ. Оно у нас здесь отображается. Мы прописываем задачу. Высвечивается. На основании нее создаем задание. И это задание у нас должно быть выполнено нашим специалистам. Сейчас вот по текущей сделке уже задача закрыта. Мы ее просто пока посмотрим. То есть здесь мы указываем описание задачи, что нам нужно сделать. И результаты выполнения задачи также прописываем. На какой стадии она находится. Закрыть мы можем только при условии, когда у нас стадия стоит проверена. И вот он. Поставить различные напоминалки, создать заметки при необходимости. Также можно будет. То есть контроль всех этапов задач здесь есть. То есть мы видим, что на какой стадии зашли в нашу сделку. Видим, на какой стадии мы находимся с вами. То есть прописываем полноценно план проекта. Прикрепляем все необходимые нам файлы. Это те же самые наши, все наши экселевские файлы, которые на текущий момент мы используем. Потому что сразу автоматизировать все вот эти большие документы достаточно будет сложно. Можно пока воспользоваться тем моментом, что мы их пока только прикрепляем. Здесь прописываются уже на вкладке взаимодействия все текущее общение с нашим клиентом. Опять же, обращаю внимание на то, что взаимодействие очень должно прописывать, поскольку достаточно часто менеджеры забывают о том, о чем они и пообщались на текущий момент с клиентом. А с крупными клиентами, особенно с проектами, такого быть не должно. И если, допустим, к такому-то забыл менеджер отправить коммерческое положение, либо он там заболел, такие ситуации тоже бывают, мы можем с вами создать на основании... Позвонил нам клиент, ругается, говорит, что, ребят, ну, несерьезно, вы как бы должны быть сегодня коммерческие, вы формируете претензии клиента, что не отправлено коммерческое предложение, причинам изникновения, и потом проводите непосредственно разбор данной претензии. И, соответственно, здесь опять же статусы. И эти претензии, если у вас предоставлен доступ к внешним пользователям в системе, а доступ этот предоставляется через опять же МСА-администрирование настройки пользователей и прав. Здесь есть возможность включения внешних пользователей. Сейчас мы даже их включим. Смотрим, секундочку. У меня есть, например, некий алхимов. Сейчас он откроется, и мы с вами увидим, что он видит фактически все по своим претензиям. Достаточно удобный механизм, не нужно ничего пересылать. Просто-напросто клиент заходит в нашу базу и видит полностью всю картину. Это первоначальная страница, которая открывается у них по самоплеживанию. И далее он на всем ключе нажимает на кнопочку функции и может посмотреть, что у него есть в текущий момент. Вот его претензии, какие были. Здесь же он увидит статусы. Всю информацию при необходимости может изменить свою информацию. Она уже отобразится от основной базы. Вот она, наша информация. Правда, все это представляется в печатном варианте, то есть он не может зайти в сам документ, но он видит информацию о том, что у нас сказано в претензии. Достаточно удобный механизм. Торнемся к базе. Торнемся к нашей сделке. Так. Претензии. Так. Значит, здесь мы видим документы по сделке. По текущей сделке документы не сформированы. Но мы с вами посмотрим ее по другой стрелке. Вот наша сделка, которая процессная. Здесь выбран вид сделки с этапом произвольных продаж. Этапы, которые есть в продажах. Они, по сути, соответствуют тому описанию, если вы помните еще то, что мы с вами говорили. Вот у нас здесь подготовка презентации, проведение презентации для клиента. Это все примерно, соответственно, типовой продажи, но немножко, как бы, позадачно. Есть некоторое разделение по задачам. Как в данной ситуации быть? Мы создаем необходимый нам вид сделки, фиксируем те этапы, которые нам интересны, прописываем их, то есть подтягиваем, выбираем вид сделки, выбрали ее, можем при необходимости подкрепить инструкции по работе с данным видом сделки, то есть подцепить регламенты и далее уже зафиксировать план проекта. Опять же, план проекта здесь он фиксируется, он не подгружается, он фиксируется сейчас вручную. Вот как его, по сути, здесь он у меня был подготовлен. Переначальная задача – это подготовка презентации. Соответственно, здесь мы можем исполнителей поставить разных, то есть готовить, например, у меня презентацию непосредственно маркетинг, проводит презентацию менеджер. Далее идет подготовка конструкторской документации и ее согласование, и далее идет подготовка коммерческого предложения. То, что касается конструкторской документации по требованиям клиентам, конечно же, понятно, что здесь должны быть у нас файлы. Что касается подготовки и сенсования коммерческого предложения, то это документы, которые создаются на основании сделки. Вот у нас, если мы посмотрим документы по сделке, то мы увидим, что мы можем создать документ коммерческого предложения. Сейчас я нажимаю кнопочку создать. Коммерческое предложение клиента. И на основании, когда я нажимаю коммерческое предложение клиента, у меня создается документ. Правда, он будет не заполненный. И мне нужно, допустим, если это оборудование, рассчитать его стоимость. Мы пока не знаем, как рассчитывается стоимость. Для подготовки коммерческого предложения нам необходимо рассчитать калькуляцию. Как мы это будем делать с вами? Итак, есть некий модуль, который мы должны с вами изготовить. И который состоит из ряда характеристик, которые важны для вычисления параметров стоимости. Что мы с вами предварительно готовим для того, чтобы именно вот эта номенкатура была у нас рассчитана. Первоначально работа начинается непосредственно со справочника номенкатуры. Мы задаем вид номенкатуры. И для вида данной, допустим, вот сейчас я создала группу видов номенкатуры металлоконструкции. И внесла, например, некие модули, по которым у меня есть допреквизиты. Например, это режим эксплуатации, площадь, то есть может быть любой показатель, который нам важен для расчетов. Единственное, что видов номенкатур, по которым будут разные показатели, надо будет создать то количество, которое необходимо. Что мы здесь указываем в характеристике? Мы в данном случае указали число, потому что число будет влиять в последующем на расчеты. Итак, задали параметры, которые нам необходимо указать. Если вы сейчас обратите внимание, что у меня здесь указана минимальная поставка, и она сильненькая, то данный дополнительный эквизит, он был создан непосредственно как допреквизит для всех видов номенкатур. А то, что такое выделенное прямо черненьким, это то, что у нас создано именно для текущего видов номенкатур. Если мы с вами откроем товар, товарную позицию, которую мы создали, то есть мы создаем товарную позицию, и видим, что есть вот дополнительные реквизиты. Мы их создаем и записываем сами. Дополнительные реквизиты. Вот они у меня режим эксплуатации и площадь. Количество знаков, оно все определяется до предвизитов. Мы можем поставить и целые числа, и задать вот эти параметры. Мы создали параметры, далее нам надо привести формулу для расчетов. Для этого нам необходимо зайти в сведения о производстве, обеспечении производства, и в производстве создать спецификацию. То есть у товарных позиции может быть различная спецификация. Вот мы создаем с вами спецификацию. Создана спецификация, у которой в качестве... Здесь, правда, немного материалов, здесь проведены всего лишь два. Но по данным материалам мы можем с вами определить, что у нас считается. Допустим, по номенкатуре элемент витрующий мы задали расчет по формуле. Вот он у нас расчет по формуле. Мы видим, что основное изделие, площадь, ту площадь, которую мы с вами указывали, умножается на нигде спецификации. Конечно, здесь формулы, они проведены чисто условно, но есть возможность эти формулы здесь прописывать. То есть мы указываем расчет по формуле и можем рассчитать уже, провести расчеты, исходя из того, какие показатели мы с вами ввели в номенкатуре. А здесь, например, по другой товарной позиции мы можем, по другому материалу мы можем указать количество допустимых фиксированных, что используется такое-то количество. При этом у нас процесс создается на то, что у нас изделия, количество изделий мы можем также здесь прописывать, например, на данном случае на одну единицу. И трудозатраты. Если потребуются какие-то дополнительные еще виды работы, мы можем их сюда тоже прописать. В данном случае также предусмотрим расчет по формуле. Здесь от количества изделий зависит, допустим, умножаем на коэффициент 5. Все формулы прописали, установили статус «Ресурсная спецификация действует», научились, создали, конечно же, этап производства. В данном случае сделали одноэтапным, но в зависимости от предприятия оно может быть в нескольких этапах. То есть у нас включен обязательно блок производства для того, чтобы мы могли ресурсные спецификации. И еще блоки производства для того, чтобы мы могли проводить расчеты. Для того, чтобы проводить расчеты, нам нужно было включить еще... Там был флаг, что потерялось в общем. Предварительно в настройках НСИ нужно включить еще, рассчитывать по формулу. То есть подсказка есть, найти, по сути, его можно. То есть там необходимо откладывать включить. Так, ресурсную спецификацию создали, установили статус действия. Этим, конечно же, у нас занимаются вот настройка и спецификация настройка данных позиций людей, которые ответственны за калькуляцию. Далее, после того, как мы с вами провели настройку данных, данную настройку, нам необходимо рассчитать, а сколько же нам потребуется, какую сумму для счета нам потребуется выставить на посредственных клиентов. Для этого в производстве есть плановые калькуляции. Создаем плановую калькуляцию. Вот, она у меня уже создана, по сути, но мы можем ее просто создать и перезаполнить. Выбираем, по какому, какое подразделение у меня будет ответственность за производство продукции. То, что объектом калькуляции является ресурсная спецификация. В данном случае, потому что заказ на производство я не формировала. И выбираю организацию. Вид цены материалов тоже можно здесь указать. Самое главное, чтобы этот вид цен материалов, он был настроен, задан непосредственно в прайс-листах. Если же он не задан в прайс-листах, то при расчете, сейчас вот я его рассчитаю, после того, как мы провели документ, мы можем посмотреть плановую себестоимость продукции непосредственно здесь. Допустим, по себестоимости валют или их учета. Вот, калькуляция здесь рассчиталась. Если же вид цены материалов не занесен в прайс-листах, то, соответственно, здесь цена будет не заполнена. И для того, чтобы у нас расчет произвелся достаточно точно и правильно, хотя бы более-менее планово, то нам необходимо, чтобы по данному материалу обязательно был занесен, сейчас откроем, обязательно занесен прайс-лист компании. Можно посмотреть историю изменения цен компании. Мы видим, что здесь вот проведены цены, изменения цен и расставлены какие цены. То есть часть цен не заполнена, часть цен есть. Далее, после того, как нам плановую себестоимость продукции прикрепили, прислали нам ее, то мы можем с вами это нам могут сделать на текущий момент, просто сформировал. Мы можем как это сделать сейчас, чтобы нам вот эту плановую себестоимость прислали. Допустим, так, следимая сделка. Мне нужно сделать расчеты. Я вот захожу в план проекта. Допустим, это конструкция расписанной документации по требованиям клиента. Вот оно. Создаю задание. Исполнителем пусть у меня будет тот же самый Орлов. Задание. Калькуляция. Памзли, как будет плохо, не буду открывать других. Все исполнение. Допустим, для того, чтобы проверить правильность выполнения, нам также нужно поставить флажок, потому что нам придет как бы обратная связь о том, что задание выполнено. Поэтому рекомендую данный флажок устанавливать. Срок исполнения тоже поставлю сегодня. Так, все, задачу создала. И стартую и закрываю. Можно было указать, конечно же, и критичность. Вот она у нас появилась, калькуляция. Есть возможность поставить одно и по заданию, как выполнено, но нам нужно с вами прикрепить файлы. Для этого мы с вами сохраняем калькуляцию. Так, где моя калькуляция плановая расчетная. Я ее сохраняю. Так, мы можем ее сохранить в формате ПД. Калькуляция. Действия достаточно простые, но именно они, вот такое количество действий нам позволяет привести все в порядок. Вот мы создали, прикрепили файлики. Так, калькуляция. Все. Расчеты в файле. Катус выполнено. И теперь тут же пришло сообщение о том, что проверить. То есть сотрудник только что выполнил задачу, а тут же пришло мне моментально, что я могу проверить. Я захожу в калькуляцию, смотрю этот файлик. Открываю его. Копирую, по сути, оттуда стоимость. То есть беру стоимость, которую мне предварительно утвердили. Я могу уже отправить непосредственно клиенту коммерческое приложение. И уже, то есть я ставлю, проверка выполнена. Все. Выпоминена. Вопросов у меня не возникло. Но также может предварительно проверить непосредственно руководитель того же, кто составлял калькуляцию. И я готовлю коммерческое предложение. Соответственно, вот эту задачу, которую мы сейчас как бы сформировали, правда, на небольшом примере того, что у нас подготовлены пока калькуляции, а не другие конструкции, по сути, мы можем поставить, что она у меня даже либо выполняется. Записать. Можно количество в этом указать еще процентах. Все плановое есть. Укрываю. В коммерческое предложение я устанавливаю количество и устанавливаю цену. Далее прописываю различные... Опять же, могу присоединить файлы, которые мне были отправлены непосредственно нашим отделом, чтобы их переслать клиенту. Либо файлы, которые отделом производства были отправлены, немножко привести формат удобный для клиента, перевести формат PDF и, соответственно, уже сюда присоединить. вот мы здесь видим, что на основании сделки сформированы данные коммерческие предложения и по коммерческому предложению есть возможность проводить согласование. Этапы согласования они настраиваются через МСАИ администрирования, там можно прописать тех, кто у нас проводит согласование. настройки пользователей и прав, и там можно будет провести настройку согласования. И, соответственно, уже статус может поставить то, что действует только тот, кто согласует данное коммерческое предложение. Сейчас, поскольку права полные, то можно будет и не указан согласующий, то я поставила статус действует и все хорошо. Статус каждый черновик, это значит, мы только готовим предложение. Не согласованно мы уже отправляем на проверку, а здесь это же. Значит, оно у нас в рабочем состоянии. Можно распечатать эти предложения. Соответственно, есть возможность непосредственно сохранить, присоединить уже к документу, то есть мы можем уже подготовить все документы и прицепить непосредственно самому документу. Чатная форма сразу пропустится. Далее, после того, как у нас коммерческое предложение было сформировано и одобрено клиентом, мы уже на основании данного коммерческого предложения можем с вами создать непосредственный заказ клиента. И в тот момент, когда мы с вами создаем заказ клиента, не забываем о том, поскольку у нас ручной переход этапов, то мы посмотрим план нашего этапа и формируем что у нас идет с высованием условий, то есть мы с вами заказ клиента отправляем, мы можем этап перекинуть, то есть перейти на выбранный этап. и здесь мы поставим 26-ю. То есть дату устанавливаем и переходим на данный этап. Все автоматически происходит перескок со всех этапов, то есть система нам позволяет это сделать. Мы можем вернуться на один из других этапов, если что-то не устроило клиента в текущем этапе. Записать закрытие. и далее формируем как раз на основании данного предложения заказ клиента. Заходим в коммерческое предложение, формируем заказ, и все, что было у нас в коммерческом предложении, оно автоматически подставляется непосредственно заказ клиента. Соответственно, уже после того, как мы заказ клиента отправили, счет выставили, нам оплатили, процессы все стандартные в данном случае, то мы формируем на основании заказ клиента. Если это у нас включена система и работает производство, то мы создаем заказ на производство. Далее, после того, как у нас с производства все это выходит, мы проводим отборство. И все это фиксируем в рамках нашей сделки. То есть вся фиксация происходит в рамках нашей сделки. отследить какова ситуация по сделке мы можем по отчетам по сервейному маркетингу части воронки продаж и эффективность сделок. Единственное, что нюансы есть такой, что воронка продаж, она по сути у нас работает только по этапам, которые, 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 этапы типовых бизнес-процессов. если же у нас сделка будет не без контроля этапов, то, соответственно, у нас воронки продаж она не отразится. И нам придется тогда с вами использовать какой-нибудь другой отчет. Подготовить для нас другой отчет. И, к сожалению, нет сейчас в системе такого отчета, который бы показывал на каком этапе, на какие задачи у нас с вами, вернее, по плану проекта, на какие задачи у нас с вами решаются. То есть, по сути, мы можем либо посмотреть только в сделке, либо доработать некий отчет. Либо, если система сейчас, поскольку позволяет формировать доработки с помощью расширений и проводить в последующем обновлении можно, то бизнес-процессы можно будет также доработать и сделать такими, какими они вам нужны. Для того, чтобы, если же у вас достаточно сложный процесс согласования, типовые, допустим, не подходят, поскольку здесь достаточно много большого труда, тогда рекомендую рассмотреть вопрос интеграции с документом оборотом. Там процедуру согласования можно настроить, а здесь уже как бы сюда на данный этап приходит, как бы можно настроить так, что приходил непосредственно уже согласованный документ. И вы могли непосредственно уже увидеть только результат произошедшего взаимодействия между отделами. Также достаточно хотела на что обратить внимание, мы часто об этом забываем, когда проводим настройки программы, для того, чтобы у нас с вами выходили вот эти задачи, мы могли с вами формировать заметки, надо провести настройку органайзера. И вот здесь поставить соответствующие флажки. Если же вот этих флажков мы не поставим, то соответственно ни заметки, ни напоминания у нас с вами не будут отображаться. Ну и соответственно наши задачи тоже. Это нам как бы нужно поставить. Есть возможность непосредственно чтобы из программы приходили все сообщения на электронную почту, но это смотрите в сложном своем усмотрении, поскольку рабочее место позволяет достаточно плотно смотреть какова текущая загрузка и проводить обработку соответственной задачи. Если же этого функционала недостаточно, то можно использовать уже более расширенный блок это модуль ERP плюс CRM. Там уже процессы, бизнес-процессы можно настраивать. Но об этом мы говорили на одной из наших прошлых с вами встреч. Можно посмотреть видео на сайте у нас есть. Если же будут какие-то вопросы, задавайте. Это то, что касается работы именно по проектным продажам. То, что кратко хотела вам рассказать о возможностях системы. Да, вручную многие моменты, много процессов отправки именно задачи на снисовании, но зато использование типового механизма ничего дорабатывать фактически не нужно. Все нужно использовать хотя бы на переначальном этапе. Также хотела бы обратить ваше внимание, что есть достаточно полезная книга, и именно в подготовке даже сегодняшнего вебинара нам не помогла это управление продажами и взаимодействиями с клиентами от Кудинова. Рекомендую почитать ее. Она есть в продаже, можно ее приобрести через интернет-магазин. Здесь как раз описаны в этой книге возможности как проектной продажи, так и другой пейс еще проведен. При этом рассмотрены особенности блока CRM, как модуля CRM, который представляется непосредственно как доработка, так и непосредственно модуля CRM в самой герке. Кратко, например, достаточно просто, все изложено и читается очень легко. Вот, это то, что хотела вам сегодня рассказать. Есть ли у вас вопросы? Давайте перейдем к этому вопросу. пока вы формулируете вопросы, если они у вас есть, может быть, в последующем появятся, то хотел бы вас пригласить на курсы ЦСО, которые помогут вам как раз вот эти нюансы и моменты, которые сегодня были рассмотрены, по сути разобрать. Если же возникают, если будут вопросы, вот адрес нашей электронной почты, вы можете нам написать. разобрать. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова